33 человеческие судьбы, 33 графических портрета. Герои выставки, добровольцы, военные, волонтеры и медики. Все они однажды стали участниками программы «Мы живы» на федеральном телеканале. В ней военкор Марьяна Наумова рассказывает о том, что происходит на Донбассе. Здесь изображены не только военные, но и обычные люди, обычные мирные гражданские из разных поселков, городов, которые все это переживают. Очень хочется, чтобы люди, приходя на эту выставку, прочувствовали все те эмоции и чувства, что пережил конкретно человек, изображенный на портрете. Автор выставки – художник Сергей Марченко. Идея нарисовать портреты пришла к нему после просмотра сюжетов Марьяны. В первую очередь зацепили глаза людей. Дальше родилась идея для каждого отдельного образа. Художник со слезами на глазах делится. Не все герои его выставки до сих пор живы. «Мне нравится, когда в динамике, в поворот борода вот так изображен. Мы с ним подружились, ездили в Ростов-на-Дону. Сами люди, вот они яркие индивидуальности, но в то же время это объединены они благородством. И вот это вот качество первое, ты видишь в человеке благородство, и оно тебя цепляет, ты хочешь его изобразить». «Угольное сердце России» – так называют Донбасс. Именно поэтому каждая работа написана черным золотом на крафтовой бумаге. Размер портретов – метр на 80 сантиметров. На создание одной картины уходит два дня. В каждую художник вкладывает особый смысл. «И через этот образ я хотел передать, что не груда мышц, так сказать, важна, а сила духа, внутренняя духа. То есть молодой парень, не Геракл, но вот мужественный». «Уголь Донбасса» – это предпринимание. Сегодня 17 работ привезли в столицу региона. Открытие прошло в здании правительства Владимирской области. «Стоит внимательно присмотреться к каждой работе, и, может быть, мы погрузимся в ту ситуацию, которая происходит на линиях наших фронтов. Я буду поддерживать такие проекты. Депутаты приняли такое решение, что все проекты, которые касаются СВО, мы поддерживаем. Мы волонтеры, мы участники. Два наших депутата сегодня вместе с нашими воинами». У каждого зрителя сегодня эта выставка нашла отклик в душе. Особенно у ветеранов СВО. Делится, смотря на картины, будто переносится обратно на фронт к своим товарищам. «Выставка действительно прекрасна. Глаза бойцов будоражат, кому-то плакать хочется. У каждого в лице свои переживания, каждые тревоги. Действительно хорошая выставка». Посетили выставку и студенты. Для них Сергей Марченко провёл открытый мастер-класс по написанию портретов. Работал в тандеме с Марьяной, которая рассказывала о нелёгкой судьбе военного корреспондента и жизни на Донбассе. «Марьяна, она вызывает ощущения, которые может вызвать именно сильный человек и сильная личность. И она сочетает в себе вот эту несочетаемую силу духа, какую-то женственность. И я не представляю, как бы я мог справляться со всем тем, с чем приходится ей справляться». Выставка «Уголь Донбасса» уже побывала в 45 городах России и ближнего зарубежья. После 13 ноября её разместят в Центре пропаганды изобразительного искусства. Посетить экспозицию сможет любой желающий. Софья Сидорова и Дмитрий Шаталов.